Мы говорим плечи вперед, руки в стороны. Я, наверное, говорю это тысячу раз на дню. Плечи вперед, руки в стороны. Хорошо, потому что вот почему я хочу, чтобы ты сейчас расправил плечи и передал мяч. Да, настоящий. Так что теперь мы должны поменять ему плечи. Продолжай передавать этот мяч. Так что если ты посмотришь на меня, мы поговорим о том, сколько раз ты говорил своим детям, чтобы они не пасовали. Не вставай, проходя, верно? И половину времени они не встают. Они здесь, и их плечи поднимаются. Так что же делает моя платформа? Значит, мы должны быть уверены, что эти плечи всегда идут вперед. Тренер, я не хочу, чтобы мяч пролетел над сеткой. Я сказал, я не хочу, чтобы мяч находился на 30-й футовой линии. Хорошо, так что давайте начнем с того, что выставим плечи вперед, будем агрессивны, особенно при таких передачах со штрафного. И мы поговорим о том, что делать, когда мяч будет немного тяжелее позже. Продолжай, возвращайся к плечам вперед, вытянув руки. Да, и мне нравится этот факт. Так что вытяни руки красиво и расслабленно здесь, и просто сведи их вместе, когда мяч прилетит красиво, и уклоняйся от движений снова и снова. Мои дети ненавидят делать эти упражнения правильно, потому что они скучные. Но все же сколько игр мы проигрываем из-за того, что первый контакт не попадает в цель. И это даже не жесткие подачи, это легкие фриболы. Это закулисные подачи бабушки-леденцов, которые мы не можем контролировать, верно? Поэтому, имея хорошую осанку, мы снова и снова вытягиваем руки, говоря, плечи вперед, руки в стороны. У нас тоже есть инструмент, потому что даже если ты собираешься сказать своим юным леди или молодым людям, что они делают это неправильно, они тебе не поверят, верно? Боже, упаси тренеров, наверное, мы все время лжем, верно? Так что твои руки немного сжаты? Да, теперь пасуй оттуда. Держи их там. Да, правильно. Они вообще не выпускают их. Верно? У них есть оружие. Да, немного ниже и вперед. Вот так. Да, мы не заставляем их подниматься. Да, ошибаешься. Да, да, да. И вот что мы делаем, так это берем ту маленькую лапшу для плавания, которую ты берешь из бассейна, верно? Ты, наверное, делал это раньше и вставлял эту присоску им под мышки, чтобы они не могли вернуть руки назад, и это не причиняло им боли, и это позволяло им оставаться вытянутыми. Хорошо, аналогично, мы возьмем рубашку прямо здесь. Мы используем подушки в моем спортзале. Я гуляю. Привет, как у тебя дела? Хорошая работа. Ладно, так что наклоняйся вперед, верно? Мы здесь используем мешки с фасолью. Возможно, вы, ребята, сделаете это. Наклонитесь вперед. Не позволяйте этой рубашке упасть, верно? Не позволяйте этой рубашке упасть. Поехали. Чтобы убедиться, что они остаются впереди, мы этого не сделали. Делай это, когда они движутся точно так же. Так что теперь я хочу, чтобы ты встал. Хорошо, встань. Еще крепче. Твоя мысль. Начни с конечной линии и подойди сюда, и передай мяч, а затем возвращайся снова. Так что мы как раз здесь. Мы называем это вывернутым наизнанку. Так что йо-йо. И поэтому, да, это преувеличено. И иногда это будет выглядеть как горбатый кит, потому что они зашли слишком далеко. Но это их ободряет, верно? Сохранить это. Держи эти плечи вперед, потому что когда они встают, платформа меняется, происходит плохой пас. Это просто напоминание, верно? Что они должны держать эти плечи вперед. Хорошо, так как мяч продолжает лететь быстрее. Бывает время, когда независимо от того, сколько у нас работы ногами, мы просто не можем оказаться перед мячом. Так что это упражнение, которое я абсолютно позаимствовал у Майка Джонсона в Нотр-Дам. Оно называется треугольник, и оно просто помогает нам начать вытаскивать плечи наружу и подготавливать их. Вот самая большая проблема, почему тренеры, на мой взгляд, не любят пасовать за пределы средней линии. Подожди, подожди второй. Так, дай же мне мяч. Просто встань рядом со мной, чтобы я бросил его с этой стороны. Я хочу, чтобы ты прошел за линию своего тела. Хорошо, да, да. Готов. Хорошо, хорошо. Давай еще раз. Готов. Да. Так что моя точка зрения в том, что мяч летит быстрее, верно? Ты видел своих детей, они такие, ладно, вне линии тела. Вот и все. Мои руки не успевают. Мяч летит к папе, верно? Итак, мы пытаемся научить вот чему. Как только ты решаешь, что я не могу добраться до этого мяча, мы сразу же вытягиваем наше внешнее плечо. Хорошо, а затем, когда мяч прилетает, мы закрываемся здесь. Так что теперь мяч не может пройти здесь. Как только этот мяч пролетит мимо этой плечевой части моего языка, мы облажались, верно? Мяч пролетает мимо. Поэтому мы пытаемся преподавать на этой работе, которую вы, ребята, делаете так скоро, прежде чем этот мяч прилетит. Я здесь и я закрываюсь. Я здесь, а потом я закрываюсь, когда мы заставим детей перестать двигать обеими руками одновременно. Потому что в конечном итоге ты не доберешься туда вовремя. У тебя не будет времени сделать это. Сделай это и наклоняйся так, чтобы когда ты решишь пойти сюда, бум, иди сюда. Простые движения, но вытянув внешнюю руку раньше, мы не дадим мячу пролететь мимо наших плеч. Это конец света. Хорошо? На мой взгляд, это самая большая причина, по которой людям не нравится выходить за пределы своей линии тела. И на мой взгляд, они думают, что это учит линия. Ладно, это твоя культура в спортзале. Ладно, тебе нужно убедиться, что они понимают. Ноги к мячу, перетасовывай, переходи, чтобы ты не делал в своем спортзале. Но в конце концов, твоя внешняя рука должна быть вытянута, прежде чем мяч пройдет мимо нее. В противном случае у нас получилось это потрясающе. Спасибо, ребята. Так что это своего рода передача предплечья, и как мы это делаем, плечи вперед, руки в стороны. В нашем спортзале все просто. Я любитель шафла. Ладно, мне не нравится перебирать мячи здесь, мы перетасовываем здесь. Мячи здесь, мы перетасовываем. Говори, что ты не можешь делать это в своем спортзале, но тебе лучше иметь действительно-действительно хорошую платформу. Когда ты скрещиваешь бедра, меняйся, чтобы этот мяч вернулся назад, верно? Если ты не можешь попасть туда за три шага, тогда мы выходим за линию тела, чтобы отдать пас. Хорошо? Не говоря уже о том, что три прохожих кричат пас налево, пас направо. Обычно нужно сделать не более трех шагов, чтобы попасть в любую область, в которой ты находишься. Поэтому если твои дети делают больше трех шагов или скрещивают ноги, я не рекомендую этого делать.